Здравствуйте, ребята! Одним из положений теории электролитической диссоциации, ребята, это было то, что электролиты в этом растворе и распадающиеся на ионы, ионы находятся в хаотичном движении. Но когда мы пропускаем электрический ток, то катионы направляются к катоду, а анионы направляются к аноду. И вот если мы проведем этот процесс, то в результате этот процесс, ребята, будет называться электролиз. Что такое электролиз? Электролиз – это окислительно-восстановительный процесс, который проходит на катоде и аноде. В результате этого к катоду направляются катионы, положительно заряженные ионы, то есть катод будет сам заряжен отрицательно, а анионы направляются к аноду. Анод заряжен, как, ребята, положительно, анионы направляются отрицательно, анионы направляются к аноду. У вас в учебнике есть рисунок, где показывается электролиз. В результате этого процесса электролиза что происходит? Мы с вами сейчас разберем электролиз расплава и раствора и посмотрим, что происходит в процессе электролиза. Вот этот рисунок. Например, электролиз раствора. Здесь показан натрия хлора, поваренной соли. Вы видите катод и анод, и вокруг него располагаются какие ионы? Положительные ионы располагаются у катода, а отрицательные у анода. Давайте рассмотрим процесс электролиза расплава натрий-хлор. В природе натрий-хлора достаточно. И поэтому из натрий-хлора, если он в расплавленном состоянии, проводить электролиз, ребята, в промышленности можно использовать этот процесс. Получить и натрий, и хлор, которые являются необходимыми для промышленности химической. И что произойдет? Значит, электролиз – это процесс необратимый. Поэтому мы сделаем стрелочку одну. Что происходит? Конечно, для того, чтобы написать реакцию электролиза, вам надо просто написать, что на катод кто пойдет? Натрий. Какой ион? Натрий. Ион выделяется в свободном состоянии. А на анод, какой подойдет ион? Анион-хлора. Ион тоже выделится в свободном состоянии. Какой же процесс, ребята, мы с вами сейчас рассмотрим. Значит, что происходит? У нас есть катод. Катод – это отрицательный электрод. У нас есть анод. Это положительный электрод. Что же происходит? Натрий, положительно заряженный ион, то есть катион, подходит к катоду. И для того, чтобы стать натрий свободным, он должен что сделать? Что плюс, он должен получить один электрон. А хлор подходит к аноду. В результате, чтобы он стал свободным, он отдает два электрона аноду. И вы уже, наверное, поняли, какой процесс происходит на катоде и на аноде. На катоде происходит процесс восстановления, на аноде происходит процесс окисления. И они выделяются в свободном состоянии. Но в случае раствора, ребята, процесс пройдет немножко по-другому. Давайте рассмотрим на примере же натрий и хлор, что произойдет, когда это будет в растворе. Несмотря на то, что вода является слабым электролитом, но в присутствии соли там имеются ионы водорода, катионы водорода и группу OH. Мы так представляем, чтобы мы могли с вами показать, как пройдет процесс электролиза. Опять у нас есть катод и есть анод. Что происходит? Вопрос теперь стоит в этом. Что же подойдет катоду? Ионы натрия, катионы, или катионы водорода из воды? А происходит следующее. Да, подойдет водород. Тогда водород плюс, чтобы превратиться в свободный водород, он должен получить два электрона. А натрий останется, ионы натрия останутся в растворе. А к аноду подойдет хлор, а не ионы хлора, а не группа OH из воды. Подходит, превращается в свободный хлор, но для этого он отдает два электрона аноду. И тогда, если мы посмотрим, что же выделяется у нас на электродах? Х2 и хлор 2. А что же остается? Натрий не участвовал. И OH тоже. В результате образуется щелочь. Вот так. Теперь давайте уравняем реакцию. Значит, так как у нас здесь хлора 2, мы поставим сюда двойку, сюда тоже двойку. И тогда у нас водорода станет 2, мы ставим сюда двойку. Теперь давайте разберемся, в каких случаях на катод и ионод, какие катионы подходят. В учебнике, но вообще вы уже знакомы с этим, ряд активности металлов показывается в виде ионов. Когда в виде ионов получается наоборот, когда в виде атомов или молекул, то происходит слева направо, активность металлов увеличивалась. А сейчас будет наоборот. Водород находится вот здесь. Металлы, которые будут находиться до водорода, ребята, вот в этом случае, это вы уже знакомы с этим рядом активности, а теперь в виде ионов это представляется. Тогда на катод, ребята, подойдет не ион металла, а водород. А если металл будет находиться после водорода, тогда на катод подойдет металл. Теперь насчет анионов. Анионы тоже есть ряд активности, и тоже у вас в учебнике указан этот ряд активности анионов. Но можно запомнить и так, что если в составе аниона нет кислорода, как в случае, который мы с вами разобрали, тогда на анод пойдет именно анион без кислорода содержащий. А если в составе будет кислород, тогда подойдет именно OH. А когда подойдет OH, то у нас на аноде будет выделяться кислород. Ну, давайте такой пример тоже рассмотрим. Возьмем сульфат меди двухвалентного и рассмотрим процесс электролиза. Значит, давайте купрун пойдет на катод, потому что он стоит после водорода. И на катоде будет выделяться свободная медь. А СО4 подойдет или OH, группа OH. СО4, кислородосодержащий, он останется в растворе. Тогда выделяется О2. И если вы увидите, купрун выделился, OH выделил кислород на аноде, что же осталось? Плюс H2SO4. Вот такой процесс электролиза идет в данном случае. Давайте уравняем реакцию. Правда, это окислительно-восстановительный процесс. Можно использовать окислительно-восстановительный баланс, чтобы уравнять. Но в данном случае это легко уравнивается и так, поэтому мы можем просто уравнять таким образом тоже. Вот это наша сегодняшняя тема. Прочитайте, разберитесь, пожалуйста, в параграфе 36. Разберите его. Спасибо за внимание. Здравствуйте, ребята. Тема сегодняшнего урока – эпидемии и пандемии. Давайте сначала разберемся в двух этих понятиях. Что мы называем эпидемией и что мы называем пандемией? Эпидемией мы называем вспышку какого-то заболевания, если количество зараженных дошло до 5%. Как правило, эпидемия – это вспышка заболевания в одной стране, в одном государстве или в одной популяции. На сегодняшний день есть даже наука, эпидемиология, основоположником которой был еще Гиппократ. Если же наблюдается необычайно большая вспышка какого-то инфекционного заболевания, который переходит на соседние государства и даже на соседние материки, то тогда речь идет уже о пандемии. За всю историю развития человечества оно сталкивалось с опаснейшими и страшнейшими эпидемией и пандемиями. Я хочу рассказать о некоторых из них. Первая крупнейшая эпидемия была эпидемия чумы. На самом деле было три крупнейшие эпидемии чумы, но в истории человечества более 25 миллионов жизней унесла именно эпидемия чумы, которая пришлась на средние века и бушевала она в Азии и Европе. Ее также называли черная смерть. Возбудителем является чумная бактерия, то есть это палочка, а переносчиком является крысиная балаха. Бактерия поражает главным образом лимфатическую систему и легкие. Наверняка вы неоднократно видели вот такое изображение. Так выглядел чумной доктор средневековье. У него была шляпа широкими полями, которая говорила о том, что это врач. У него был длинный плащ, который смазывался салом и жиром. Считалось, что блохи боятся сала и жира и не будут нападать на этого человека. Ноги были защищены высокими рыбацкими забродниками, то есть это высокие сапоги, а руки защищали кожаные перчатки. Обязательным атрибутом был скальпель, при помощи которого вскрывались эти чумные бубоны. Это была маска вот с таким клювообразным выростом, куда набивались травы. Они давали возможность не чувствовать все это зловоние, которое было вокруг. Обязательно на шее был помандр, это небольшая шкатулочка, в которую также погружались лечебные травы. Но и тут была связка чеснока, но и обязательно должна была быть трость, при помощи которой такой врач осматривал больного и защищал себя в случае опасности. Следующими известными эпидемиями были черная оспа. Опять эпидемия черной оспы приходится как раз на 15-16 века. А вот в 18 веке, как вы помните, Джейнер впервые предложил использовать вакцинацию. Если вы помните, об этом вам рассказывали в начале этого года, когда вы проходили иммунную систему, Джейнер привил мальчику, 8-летнему мальчику, коровью оспу, то есть вирус коровьей оспы. Ребенок переболел этим заболеванием в легкой форме, но у него выработались антитела. И в следующий раз, когда его заразили уже натуральной оспой, человеческой оспой, он уже не болел. Следующая эпидемия, которая носила характер пандемии, являлась холера. Холера в 19 веке стала одной из самых широко распространенных смертельных опасностей, смертельных заболеваний для человека, унесшие десятки миллионов жизней. И, конечно, хорошо вам известна так называемая испанка, то есть испанский гриб. Дело в том, что заражены были порядка 500 миллионов человек, и четверть из них погибла. Туберкулез. О нем не принято говорить громко, но это неправильно. Почему? Потому что ежегодно во всем мире заболевает более 8 миллионов человек, а умирает порядка 2 миллионов. Возбудителем является бактерия, так называемая палочка Коха. Следующая опасная инфекция, которая носит характер пандемии, это ВИЧ-инфекция. Что такое, ребята, ВИЧ-инфекция? Как она расшифровывается? Вирус иммунодефицита человека. То есть это вирус, который атакует вашу иммунную систему. И когда выключается ваша иммунная система, вы становитесь беззащитными перед факторами окружающей среды. Последняя степень, тяжелая степень проявления данной инфекции наблюдается в развитии заболевания СПИД. Что такое СПИД? СПИД – это синдром приобретенного иммунодефицита человека. Ребятки, не путайте понятия ВИЧ и СПИД. ВИЧ, я еще раз повторю, это вирус иммунодефицита человека. То есть это причина. Это то, что может вызвать болезнь. А СПИД – это уже само заболевание. Синдром приобретенного иммунодефицита человека. В 2018 году скончались порядка 37 тысяч людей. А в 2019 году во всем мире около 40 миллионов человек являлись уже носителями ВИЧ. Ну и напоследок коронавирусная инфекция. Пандемия сегодняшнего дня. Возбудителем заболевания COVID-19 является вирус. Это РНК, содержащий вирус. Что такое РНК? РНК, ребятки, это разновидность нуклеиновой кислоты. Это генетический материал. РНК, то есть генетический материал вируса, он спрятан в белковую капсулу, капсид. А сверху защищен еще одной дополнительной капсулой, суперкапсид, который имеет вот такие шипообразные выросы, напоминающие корону. Вот отсюда и название – коронавирус. Коронавирус относится к острой инфекционной респираторной инфекции и может поражать как верхние дыхательные пути, так и нижние дыхательные пути. Если коронавирус поражает верхние дыхательные пути, то заболевание проходит в достаточно легкой форме. Но если вирус опускается ниже и добирается до легких, до альвеол, развивается тяжелая форма пневмонии, когда идет перерождение легочной ткани и начинают страдать сами альвеолы. Мы помним, что для нормального газообмена альвеола должна быть пустой, то есть она должна быть заполнена воздухом. И вот здесь между альвеолой и кровеносными капиллярами происходит газообмен. В случае тяжелой пневмонии, обратите внимание, альвеола, она заполняется жидкостью, и кислород уже не может дойти до эритроцита. Эритроцит не может уже отдать альвеоле углекислый газ, и тогда человек погибает от острой дыхательной недостаточности. Я предлагаю вам посмотреть небольшое видео, которое позволит вам дифференцировать, отличать коронавирусную инфекцию от обычного гриппа. Пандемия коронавируса. Коронавирусная инфекция COVID-19, Coronavirus Disease 2019, это новая острая респираторная вирусная инфекция, которая впервые была выявлена в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Заболевание коронавируса может протекать как в легкой, так и в тяжелой форме, вызывая осложнения и приводя к смерти. У более 80% зараженных болезнь протекает легко. В 15% случаев коронавирус вызывает осложнения, и больным требуется госпитализация. 5% составляют критические случаи, когда необходима вентиляция легких. Основная группа риска – люди в возрасте 65+, а также люди с ослабленным иммунитетом. Отличия коронавируса от гриппа. Инкубационный период гриппа составляет от нескольких часов до 7 дней, а у коронавируса от 2 до 14 суток. То есть больные гриппом почти сразу ощущают недомогание и приступают к лечению. А люди, инфицированные COVID-19, долгое время даже не подозревают о своей болезни и о том, что они являются носителями опасного вируса. При этом смертность от коронавируса достигает 4% от общего числа зараженных. В то время как при гриппе этот показатель равняется менее 1% от лабораторно подтвержденных случаев. Главная опасность коронавируса в том, что он распространяется очень быстро и волной накрывает огромное количество населения в короткий период времени. В результате даже небольшое в процентном отношении от всех зараженных число тяжелых случаев приводит к высокому риску коллапса системы здравоохранения. Зачем соблюдать карантин? Как раз за тем, чтобы растянуть протекание эпидемии во времени и избежать резкого одновременного подъема заболевания. Чтобы в реанимации хватило для всех больных свободных мест и аппаратов искусственной вентиляции легких, и медики смогли своевременно оказать помощь заболевшим. Строгое соблюдение карантина позволит справиться с эпидемией с наименьшими потерями человеческих жизней. Популярные мифы о коронавирусе. Меня это не коснется. На самом деле врачи-эпидемиологи прогнозируют, что коронавирусом переболеет почти все население мира. Другое дело, что большинство людей до 60 лет перенесет болезнь в легкой форме. Коронавирус можно лечить таблетками от гриппа. Нет. Эффективных препаратов по излечению COVID-19 не существует. Ученые всего мира только в начале своих исследований. Как правило, на внедрение новых лекарств с учетом клинических испытаний требуется как минимум год. Для профилактики коронавируса надо употреблять чеснок. Несмотря на все полезные свойства этого растения, он вряд ли сможет противостоять вирусу COVID-19. Лечебные свойства чеснока в данном случае не доказаны. Опасность коронавируса преувеличена. Действительно, в абсолютных цифрах многие болезни намного опаснее для человечества. Гораздо больше людей умирает от туберкулеза или в результате сердечно-сосудистых заболеваний. Главная опасность COVID-19 в скорости его распространения по планете, что может привести, как это случилось в Италии, к коллапсу национальных систем здравоохранения. Коронавирус пойдет на спад с наступлением теплой погоды. Не доказано. Коронавирус стремительно распространяется практически на всех континентах, в том числе в странах с теплым климатом. Пандемия коронавируса скоро закончится. Скорее всего, нет. По самым оптимистическим прогнозам, чрезвычайная ситуация в Европе и Северной Америке сохранится до конца 2020 года. Скептики говорят, что борьба с коронавирусом может растянуться на год-два. Ну что, ребята, сегодня я должна с вами попрощаться, потому что курс биологии 8 класса для вас подошел к концу. Я надеюсь, что этот курс был интересным и увлекательным, потому что вы изучали в этом году себя, свой организм. Берегите себя, соблюдайте правила личной гигиены, больше читайте, развивайте, занимайте, ну и, конечно, найдите время для отдыха. Я рада была быть с вами. Всего доброго. До свидания. Здравствуйте. Сегодня мы с вами будем говорить о формах организации производства. Какие бывают виды организации производства? Давайте с вами рассмотрим основные виды организации производства. К ним относятся комбинаты и кооперативы. Чем различаются комбинаты от кооперативов? Комбинат – это полный цикл производства какого-либо товара на одном предприятии. И кроме того, на этом же предприятии могут производиться вспомогательные товары. Для примера давайте рассмотрим металлургию. Металлургические предприятия всегда бывают в виде комбината. То есть здесь происходит весь процесс, связанный с металлургией. От обогащения, то есть от очищения от шлаков до получения конечного продукта. Кроме того, из отходов металлургической промышленности могут производить некоторую продукцию химической промышленности. То есть кроме основной продукции на комбинатах производятся также вспомогательные продукции. То же самое химическая промышленность. Если мы возьмем какое-либо предприятие химической промышленности, то здесь будут проходить все этапы производства продукции. Начиная от первичной стадии, заканчивая конечной продукцией. Давайте рассмотрим еще одно производство, которое связано с комбинатами. Это деревообрабатывающая промышленность. На деревообрабатывающих комбинатах проходят все стадии производства продукта. Начиная от очистки бревен, заканчивая производством такой продукции, как составляющие для мебели, спички, фанера и другое. И в то же время на деревообрабатывающих предприятиях остается сырье для химической промышленности. И здесь же производят некоторую продукцию химической промышленности. То же такое кооперативы. Если комбинат – это предприятие, где проходят все стадии производства продукции от первичной обработки, заканчивая готовой продукцией, то кооперативы – это объединение нескольких предприятий, которые в итоге выпускают готовую продукцию. Давайте рассмотрим на примере машиностроения. Машиностроение имеет несколько направлений. Есть авиастроение, автомобилестроение, тракторостроение. Производство любого направления машиностроения состоит из нескольких циклов. И каждый из этих циклов производится на разных предприятиях, вплоть до того, что эти предприятия могут быть расположены даже на разных территориях. Мы все знаем, что в состав любой машины входят моторы, входят составляющие части, комплектующие части. Так каждая из этих частей производится отдельно, а потом уже на каком-либо предприятии они собираются вместе. То есть такой вид производства называется кооперативом. Чтобы организовывать производство, мы должны с вами знать Международное географическое разделение труда. Что такое Международное географическое разделение труда? Это когда каждый регион или каждая страна производит и экспортирует продукцию, которая для нее является основной. Допустим, если мы возьмем на примере Азербайджана, то в Азербайджане основной продукцией являются нефть и продукты, получаемые из нефти. Таким образом, для Азербайджана нефтяная промышленность является отраслью географического разделения труда. А для людей, занятых в нефтяном секторе, это направление является специализацией. То есть и специализация, и международное разделение труда показывают, в какой отрасли производства занята большая часть населения какой-либо страны или какого-либо региона. Давайте с вами рассмотрим, в каких странах какие виды организации производства более всего применяются. Если мы возьмем с вами развитые страны, которые стараются не загрязнять окружающую среду и соблюдают все экономические законы, то на их территориях более рентабельно производить товары, которые характерны для кооперативного производства. Такие отрасли промышленности, как металлургия, химическая промышленность, деревообрабатывающая промышленность, они являются самыми грязными отраслями производства, поэтому развитые страны стараются не располагать на своих территориях эти предприятия. На этом наш урок закончен. Спасибо за внимание. Здравствуйте, дорогие ученики! Мы продолжаем наши уроки. Сегодняшняя наша тема – экономика и математические модели. Сперва давайте мы повторим, что такое модель. Если вы помните, мы говорили, модель – это объект заменитель, который в определенных условиях может заменить объект оригинал. Итак, вспомним основные термины. Что мы знаем? Что такое моделирование? Мы об этом говорили. Моделирование – это метод познания, состоящий в создании и исследовании моделей. Какие виды информационных моделей изображены? Если помните, на прошлом уроке мы говорили, скажем, математические, графические, компьютерные и табличные. Давайте напишем такую маленькую программу, которая будет вычислять вот такую простую формулу. Итак, такая программа – input A, input B и C. И D вычисляется сумма и произведение этих сумм. И показывается результат. Сегодняшняя тема – экономика и математические модели. Давайте посмотрим, что же мы имеем в виду. Посмотрим, есть ли как объект будет деньги. Что же мы будем иметь в виду? Как смоделировать процесс денежного обращения? Сегодняшняя цель нашего урока – сформировать представление о экономико-математической информационной модели, рассмотреть этапы моделирования и рассмотреть примеры построения экономико-математической информационной модели. Итак, наша сегодняшняя тема – экономика и математические модели. Моделировать экономику. Экономика математической модели – это математическое описание экономического процесса или объекта, произведенное в целях и исследования, и управления ими. Математическая запись решаемой экономической задачи. Процесс построения модели состоит из следующих. Формулируется предмет и цель исследования, определяются важные качественные характеристики элементов процесса, словесно описывается взаимосвязь между элементом и моделью, вводятся символические обозначения для соответствующих характеристик, а также описывается на языке математики, это математическая модель, то есть формулу мы пишем. Выполняются расчеты по математической модели и анализируются полученные результаты. Составляется программа на языке Python, расчет по математической модели. Ну, так как мы изучаем Python, поэтому мы будем писать программу на Python. Итак, давайте посмотрим такой пример. Рассмотрим пример расчета полученной суммы по вкладам. Наверняка вы знаете, что у граждан бывают, ну, такие сбережения, и они вкладывают в банк депозитом. Наверняка родители это делали, вы знаете. И мы посмотрим, как же получится результат. Задача такая. Вы положили в банк сумму под проценты годовых. Какую сумму вы получите через определенные сроки хранения депозита? Моделируем экономический процесс. Предмет исследования – это что? Денежные средства. Цель исследования – расчет суммы по вкладам. Качественные характеристики процесса. Это депозит. Сумма, которую кладем на счет банк. Это монатами, допустим. Срок, на который кладем деньги в банк. Ну, за год мы поставим. Годовая процентная ставка банка, процент которой начисляется на депозит за хранение в банке за год. Так, ну, так как мы будем писать программу, давайте определим переменные. Ну, слово переменный деп – это депозит, сумма, которую кладем на счет в банк. Срок, на который кладем деньги. Проц – это годовой процент ставка банка. Сумма – это сумма, которую мы получим по окончании срока хранения депозита. Итак, математические знания. Что мы знаем? Формула для расчета, она такова. Произведем расчет, и при 1000 монат мы получим в результате через год 1200 монат. Значит, при вкладе в банк 1000 монатов на срок 1 год и процентной ставкой 20% годовых мы получим через год 1200 монатов. Давайте составим программу на языке Python. Мы уже раньше определили наши переменные. Давайте посмотрим. Депп, интеджер, input, и там есть информация, введите сумму для депозита. Срок – это срок, на сколько время, на год, на два можно, на данный момент у нас год. Процент – это введем процент. И формула, которую мы только что писали, вот она формула как раз таки и в нашей программе присутствует. И печатаем результат, в кавычках информация идет, сумму, которую вы получите, и запятая сумму, то есть программа вычислит по этим данным сумму и выдаст на печать. И вот это наша программа на Python. Если мы его выполним на Python, мы увидим результат работы на платформе. Итак, ребята, мы на платформе. Давайте посмотрим одну задачу. Вопрос. Экономика, математическая модель описывает, выбери верные утверждения. Как вы думаете, что? Биологические процессы? Нет, я думаю, физические – нет. И наш вариант – это экономические процессы. Проверим. Ответим. Правильно. Мы сделали правильный выбор. Следующее задание. В данной задаче выбери вариант, в котором правильно составлена математическая модель. Посмотрим, что же наша задача в себе включает. Банк предоставил фермеру кредит в размере 500 тысяч монатов сроком на 4 года по 20% годовых. Какую сумму должен вернуть фермер-банку? Здесь у нас несколько вариантов. Я думаю, что вы тоже посмотрели. Итак, правильный ответ. То, что здесь указано. К – это кредит. С – это срок. П – это процент. Сумма выплаты. Итак, форма для расчета. Вот она указана. Ответ – это. Я думаю, что, ребята, остальные задачи вы с удовольствием, без труда выполните. И мы продолжаем нашу тему. Итак, сегодня на уроке мы познакомились с экономикой математической модели, рассмотрели этапы моделирования, рассмотрели пример моделирования процесса банковского вклада. На сегодня все. Я думаю, что урок вам понравился. Увидимся на следующем уроке. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok